Я буду читать сразу же с книги Деяния святых апостолов, это 6 глава, 7 и ниже стих. Мы читаем 7 глава, 55 стих и ниже. Мы читаем 7, 55 и дальше. Город стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господи, не вменеем греха сего, и сказал сие, почил. Эта история, она повествует нам о первом мученике Стефане. Время, когда это происходило, это было рождение церкви. Это было время, когда Бог сильно действовал в народе своем. Мы читаем, что Господь, он настолько наделял апостолов своей силой, что они совершали великые чудеса, силу и знамение. И мы читаем, что этот человек, он был исполнен Духа Святого, и Бог действовал. И совершал через него великое знамение и проявление веры. И мы читаем, что он был исполнен Духа Святого, и что Бог действовал за него. Вы знаете, 7 глава описывает, что за то, что он проповедовал, за то, что Бог через него исцелил. И мы читаем, что за то, что Бог через него являлся. И Евреи, они стали побивать его камнями. И они стали побивать его камнями. Что самое интересное, ничего не произошло с его верой. Его верой не поколебалась. И что интересное, что с ним не произошло с его верой, он остался таким же сильным в Боге. Субтитры написано, что он был исполнен Святого Духа. И когда он умирал, то он сказал эти слова, что Господи не вмене им греха. И когда он уничтожил, он сказал, что Бог не вмене им греха, когда у тебя все хорошо. Когда ты посещаешь церковь, где Господь действует Духом Святым. Когда ты посещаешь церковь, где Господь действует Духом Святым. Где прекрасные проповеди, прекрасное служение хора. Где у тебя все хорошо дома, на работе, здоровье. При тебе, в家, на работе, все хорошо, твоя здоровье. Но когда у нас, как в Степане, камни летят, где найти эту силу, чтобы оставаться на плаву, быть верным Богу дальше. Но когда у нас, как в Степане, летят камни, где найти эту силу, чтобы остаться на плаву, быть верным Богу дальше. И я хочу сегодня говорить на эту тему, где искать силу. 31, 12 стих. Давид говорит такие чудесные слова. И мы лезем в Псалм 62, 12, да сприт Давид folgende wunderbare Wort. Однажды сказал Господь, и я услышал дважды, что Сила у Бога. И Бог так часто и многократно Писание говорит, он обращается к человеку. Но часто человек, часто мы, мы не слышим этот голос. И поэтому три таких важных пункта, где найти силу у Бога. И поэтому три важных пункта, где найти силу у Бога. Мы читаем с вами, когда книга Царств описывает события, когда пришли филистимляне воевать с Израилем. Мы лезем в Бухе, как и в Бухе, как и в Бухе, как и в Бухе, как и в Бухе. И один человек, это был Великий, Голиаф, он был примерно три метра рост. И он поносил Израиля, написано, и воинство Господне. И он сказал это слово, что пусть кто-то выйдет и сразится со мной. И он сказал это слово, что пусть кто-то выйдет и сразится со мной. И это продолжалось приблизительно 40 дней. И евреи смотрели на себя, на свой рост, на свою силу. И они понимали, мы ничем не можем противостоять ему. Вы знаете, в нашей жизни иногда бывает что-то подобное. Когда в нашу жизнь приходят эти проблемы, эти трудности, летят эти камни. Когда в нашу жизнь приходят эти проблемы, эти трудности, летят эти камни. Они порой большие, как этот Голиаф. И они мы иногда так большие, как этот Голиаф. Чем мы можем противостоять? Mit was können мы widerstehen? Если вы читаете продолжение этой истории, написано, что вызвался один юноша Давид. И он говорит Голиафу, что ты вышел против меня, с копьем и с мечом. И он говорит Голиафу, что ты вышел против меня, с копьем и с мечом. Сегодня хор писал об этом имени. И этот хор писал сегодня. Он говорит о это имени. И имя Господства, оно переводится как Господь сил. И это первый пункт. Прежде всего, ищи силы и помощи у Господа. И это первый пункт. Ищи в очередь не помощи у себя, не надейся на себя. Мы помним тот момент, когда Христос разговаривал однажды с Петром. Это было незадолго до того, когда Христа взяли и предали на смерть. Мы там читаем, что Петр, он с большим усилием, он настолько говорил Христу, что, Господи, если все предадут тебя, я не предам тебя. Мы помним конец этой истории, прошло несколько дней. И он предал Христа. Есть такая поговорка, что половина несчастных случаев, она начинается со слов, что половина, как я могу, а другая половина, как надо, и другая половина, как я могу, как я могу, как я могу. Знаете, может быть, кто-то это слышал, а может быть, кто-то это говорил. И иногда, когда мы это делаем, с нами происходит что-то неудобное, geschит с нами что-то неудобное. И Яков говорит такие важные слова. И Яков говорит такие важные слова, что жизнь человека, это как пар, являющийся на малое время. И вот, который происходит, что жизни человека типа как пенсионеры, и неудобного, и то, что он исчезает. Вообще, у нас нет тех сил, тех способностей, противостоять. И мы selbst, мы не имели эти Träпты, эти, да, что мы вердяем, В тех трудностях, в тех испытаниях, Павел говорит такое сильное слово в Послании Philippицам 4,13, что все могу в укрепляющем меня, Господин. Слава Божья говорит, что нет каких-то ограничений. Нет ограничений, чтобы получить исцеление, получить работу, получить то, что ты хочешь иметь от Господа, но здесь очень важное слово в имени Иисуса Христа, если это ты делаешь во имя Иисуса Христа, если ты уповаешь на Христа, если ты Ему доверяешь, помните, как Диане, мы вернемся в эту книгу, в третью главу, это написано, что Петр и Иоанн, они идут для молитвы в час девятый в Храм Божий, это ситуация, где Петр и Иоанн за определенную Stunde в Храме Господа идут, и Петербург говорит, что там был один человек храмой, и он просил эту милостыню, и вот остановились два апостола, они говорят такие слова, что мы ни золото, ни серебра не имеем, мы имеем weder Силбер, но Голд, но то, что мы имеем эту силу, но это, что мы имеем, эту силу, во имя Иисуса Христа, встань и ходи, в имя Иисуса Христа, встань и ходи, написано, что его ноги укрепились, и он был исцелён, и они это сделали во имя Иисуса, вы читаете, когда пришли люди, и они стали смотреть и начали удивляться происшедшему. Это написано в 3 главе 12-13 стих слова Петра. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто мы, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего, Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись, пред лицем Пилата, когда он полагал освободить Его. Ученики делают Акцент на то, что в имени Иисуса, есть Сила, не наша Святость, не наше Хождение пред Богом, не нашу Хождение пред Богом, но имя Бога, оно сильно творит чудеса в твоей моей жизни. Оно сильно укрепляет тебя и твой Дух. Во втором послании к Коринфянам 4, главе 6 стих и ниже, Павел пишет такие слова, потому что Бог, повелевшись тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписанная Богу, а не нам. Он делает это ударение. Когда в твоей жизни приходит успех, приходит благословение, успех возможно в служении, на работе. Vielleicht ist das nur im Dienst oder auf der Arbeit. Ты должен запомнить одно, что это не твоя заслуга. Dass ты daran гedenken sollst, что это не твоя заслуга. Написано, что всю славу приписывай Богу. Потому что через это имя мы имеем силу, имеем победу. Это первый и важный пункт нашей жизни. Это первый и важный пункт нашей жизни. Мы идем дальше и прочитаем 1 Тимофея. Первая глава, 12 стих. Это второй пункт. Первый капитал, 12 ферс. Это второй пункт. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что он признал меня верным, определив на служение. Апостол Павел говорит, что он через служение получил силу от Иисуса Христа. Апостол Павел schreibt darüber, что он через служение получил силу от Иисуса Христа. Часто нас братья и призывают тому, чтобы мы трудились в Церкви. Хауфик werden мы von den Брюдерн auch aufgerufen, что мы имя Диенство и Диенство в Иисуса Христа. Мы читаем много миссисовского Писания, когда Христос был на земле с учениками. Мы lesем много Бибелстелем darüber, когда Христос был на земле с учениками. И когда он их посылал, и когда он их посылал, написано, он наделял их силой. И стоит geschrieben, что он наделял их силой. Наше служение дало нам, чтобы мы имя силу, чтобы мы имя силы. Помните, Христос в 25 главе говорит эту притчу о талантах. Erinnert euch на это Gleichnis, что здесь в 25. Матхеусе написано, что господин или человек отправился в дальнюю страну. И он дал эти таланты по силе людей. Если мы задумаемся, почему были данны эти таланты, Не для того, чтобы взять и закопать эти Таланты. Написано, чтобы пустить в рост, в оборот. Этот человек имел Достаток. Ему не нужны были эти финансы. Но он хотел, что когда эти люди употребят, в оборот. Но он хотел, что когда эти люди, эти Таланты, они будут сильнее, они будут богаче, они будут влияние, они будут иметь влияние. Знаете, наши Таланты, наши призвания, наши служения, которые даны тебе и мне, наши Таланты, наши Gabы, наши Диенства, которые мы получили, они даны для того, чтобы ты и я употреблял, в оборот. И когда ты это будешь делать, ты будешь расти, духовно в Боге. Ты будешь служить, ты будешь расти в служении. Ты будешь духовно возрастать. Ты будешь геистlich aufвachsen. Бог тебя будет употреблять. Бог будет тебя gebrauchen. Мы с вами читаем Колоссянам 3, 23 стих. И 1 Петра 4, 11. И все, что делайте, делайте, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Говорит ли кто, говори, как Слова Божьи, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Павел и Петр говорят эти важные слова. Паулус и Петрус говорили эти важные слова. Делайте от души, служи по силе, если Бог тебе дал это призвание, быть проповедником. Wenn Gott dich berufen hat, als Prediger актив zu sein, полюби это Слово, liebe sein Wort. Если ты Харист, прославляй Бога. Если ты раздаешь, приспевай в этом. И Бог будет тебя управлять, Бог будет благословлять тебя дальше. Бог дал сколько служений в церкви. Но если ты их не будешь пускать в оборот, ты не будешь пускать силы от Бога. Ты не будешь расти в Боге. Ты не будешь расти в Боге. Мы читаем однажды, одна женщина, она подошла к Иисусу. Мы читаем однажды, одна женщина, она подошла к Иисусу. Она взяла этот лавастерый Сосуд с миром и она вылила на голову Иисуса Христа. И мы читаем, что многие люди, они стали возмущаться. И мы читаем, что многие люди, они стали возмущаться. Вовьи эти Ваши, можно было потратить на другие вещи, на бедных. Если вы прочитаете, это записано в Марка 14, главе 8, стих. Мы читаем, что мы можем сделать, делаем ли мы то в нашей жизни или нет. Возможно, я могу молиться. Может, я могу просто после служения пригласить кого-то к себе домой. Просто послужить ему. Побить с ним чай. Просто пообщаться с ним. Побелиться с ним. Делай, как эта женщина, все, что можешь. Ту, как эта женщина, все, что можешь. И Бог будет благословлять тебя. И ты будешь иметь эту силу. Чтобы идти дальше и служить Богу. Ум weiterzugehen и weiterzudienen. Третий пункт. Это важно, полюбить Слово Бога. Это важно, полюбить Слово Бога. Мы читаем с вами момент призвания Петра, Иакова и Иоанна. Мы читаем с вами момент призвания Петра, Иакова и Иоанна. Написано, что Христос, он вошел в их лодку, они отплыли, и он стал проповедовать. И когда он закончил проповедовать, он обращается к ученикам или к этим рыбакам. Он говорит, отплывите на глубину и закиньте Сети. И он говорит, что Петра, он даже стал возмущаться, что-то говорить против. И мы читаем, что Петра даже вошел в их лодку, и он сталкиваться, чтобы помочь им раздражаться. Иисус был плотник. Иисус был плотник. Или сын плотника. Или сын плотника. Или сын плотника. И они с детства рыбаки, они все знают. И они с детства знают, они все знают. С днем никогда не будет рыбу улован. И дальше такие важные слова Но по слову твоему Я закину сеть И когда они закинули эти сети Они имели большой улов Вы знаете, сегодня много людей говорят, что это слово не актуально Вы знаете, многие говорят, что это слово сегодня не актуально Оно как-то не идет со временем Нет каких-то чудес или знамений или еще чего-то И мы порой как Петр мы начинаем что-то говорить против Слова Божьего Но когда Петр мы соглашаемся с этим словом Когда мы ухватимся за это слово которое Бог говорит в твоем сердце И не важно когда или через кого И не важно или через Чене или через Пророка или через проповедь Евангелия Но как важно ухватиться за это слово Когда-то Сотник сказал эти слова когда его слуга был болен Eins hatte der Hauptmann gesagt als sein Kind krank war Скажи только слово и мой слуга он будет здоров Спричь nur ein Wort и мой Дiener будет gesund sein Слово Иисуса оно имеет сегодня силу Однажды Гавриил Ангел Гавриил он говорит Марии такие слова Это записано Лука 1 глава 37 стих Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово Как важно чтобы в нашей жизни полюбить вот это слово Ухватиться за это слово Однажды я слышал одну историю которая глубоко осталась в моей памяти Эта история произошла чуть больше 50 лет назад Diese Geschichte ist vor circa 50 Jahren ungefähr geschehen Это произошло с одним китайским пастером Его звали Пастер Чен или Чен Мин Ли Он служил в 60-70-х годах прошлого столетия Это было то время когда к власти пришли коммунисты И многих проповедников пастырей служителей их посадили в тюрьмы Этому пастеру ему дали 18 лет тюрьмы Первые 12 лет он находился в такой камере которая была наполнена людьми За эти 12 лет он говорит Я ни разу не мог остаться один чтобы помолиться Богу или вообще как-то пообщаться с Богом И однажды он сказал такие слова Господь я устал Я не знаю как дальше мне жить Я потерял веру Я потерял уповедение Я забыл твое слово Я забыл твое слово В это время пришли надзиратели и они сказали ему У нас для тебя есть особенная работа И его отвели в подвал этой тюрьмы И он в этом подвале там находился это как бессливная яма куда все вот эти нечистоты со всей этой тюрьмы они были в том помещении И там не возможно было находиться Там был настолько запах неприятный что человек не мог находиться и эти надзиратели сказали остаток твоей твоего срока шесть лет ты будешь здесь находиться В это время он обратился и он первый раз в жизни увидел что возле него нет ни одного надзирателя Он говорит я там упал на колени Я стал просто просить и молить Бога чтобы Бог собрал его с этого места И он говорит в этом момент ко мне пришло на память одно слово и я ухватился за это слово и я ухватился и я обрабатывал и мы думаем что в такой момент нужно дать человеку утешение и мы думаем что в этом момент мы имя это слово и мы должны этим людям и Господь ему положил на сердце это из книги песни песни вторая глава первый стих и Бог от него просто просто и он из 2. 1. Я нарцисс Саронский лилия долин он говорит когда я встал с колен я больше не чувствовал всех этих зловоний этого запаха неприятного и он говорит когда я встал из этих и этого запаха и он говорит эти герушки которые меня обрабатывали и я не вернулся и я не вернулся в последние 6 лет я проводил присутствие Божьим каждый день и я рос Боги и я возрастал и я встал на этой истории не закончится когда он вышел из тюрьмы он вышел из тюрьмы и он пошел туда где он служил где он был и он был и он вышел из тюрьмы и было около ста человек И он подумал, я наверное, когда вернусь, вообще никого не останется. Но каким было его удивлением, когда он узнал, что церковь возросла до 5000 человек. И он спросил, а как это произошло? И ему сказали, ты знаешь, 12 лет, не было никаких изменений. И они сказали, это было 12 лет, не было никаких изменений. Но последние 6 лет, что-то произошло в нашей церкви. И в последние 6 лет, что-то произошло в нашей церкви. И покаяли столько людей. И так много людей. Вы знаете, человек ухватился за слово Божье. И он остался жив, как духовно, так и физически. И он остался жив, как духовно, так и физически. Разве это не примеры для нас? Синь это не примеры для нас? Которые дают нам силы служить Богу. Ди у нас Крафт geben, Бога за динами. При том, как мы будем молиться, я, может быть, хотел бы обратиться. Может быть, кто-то из нас, он что-то подобное проходит в своей жизни. И, может быть, в твоей жизни летят эти камни. Эти проблемы, эти трудности. Эти проблемы, эти Herausforderungen. И, может быть, ты говоришь, что я, как ты проповедуешь, я уповывал на имя Бога, но ничего не поменялось. И, может быть, ты говоришь, я служил Богу, служил людям, но ничего в моей жизни не происходило. Я читаю Слово Божье, я люблю Слово Божье, я люблю Слово Божье, но ничего не меняется в моей жизни. Я хочу напомнить тебе слова, которые записаны в Евреям в 11 главе. В見て, какие говорили, о героях веры. И там написано, что от них Бог слышал и давал то, что они просили. А другие не получили ответ от Господа. И другие не получили ответы от Бога. Они умерли в проблемах, болезнях. Но они остались верными Богу. И последний стих 40. И последний стих 40. Написано, что Бог предусмотрел о них нечто лучшее. Я хочу, чтобы это было сегодня нашей молитвы. Я хочу, чтобы это сегодня было несколькоowment, Если я не получу ответы на этой земле слова, может, мои руки оп fired? Но моя вера 절대 не пропriebe. И если я на этой земле не получу ответы от Бога, верю, что там на небе Бог вас дới намного большее. Давайте мы встаем и мы поблагодарим Бога.